Всем привет! Сегодня обзор моего заказа по третьему каталогу, посвящен 8 марта. Это заказ только для меня любимый, исключение лишь витаминки для моего мужа. 250 баллов. Что же я себе заказала, и каждый каталог умудряет заказывать себе на такую сумму. Давайте посмотрим. Также я вам расскажу фишечки, любимые продукты, которые идут со скидкой в этом каталоге, которые я вам рекомендую, и они проверены временем. Вместе полистаем с вами каталог, а точнее самые интересные страницы. Первая страничка «Разворот» и цвет «Бросающий вызов». Огромнейшее вам спасибо за то, что приняли голосование в моем видео, которое набрало уже практически 8000 просмотров о помадах, и победил, вот абсолютный победитель, это «Черничная ночь», и эта помада мне больше всего понравилась. И спасибо, что вы угадали, я прям даже переживала, угадаете или не угадаете, потому что именно два оттенка помады, которые вы выбрали, я обязательно приобрела. Вот, а этот оттенок помады розовенький. Мы договорились с мамой, что я немножко побалуюсь и отдам ей, потому что он тоже ей понравился, это ее тон, ее оттеночек. Ну и, конечно же, с каждой такой помадой мне пришла тушь 5 в одном подарок. «Ванильное небо», «Дикая роза», «Земличная поляна», «Розовая пантера», «Заводной апельсин», «Красный жераль». Помаду мне выслали в качестве официального обозревателя «Арифлейм», «Бранатовый браслет», «Черничные ночи», «Вишневая бомба». И, конечно же, наша тушь, которая идет в подарок. Великолепная акция, я думаю, что все уже заказали, попробовали новиночку. Первая новинка каталога – это парфюмерная вода «Life in Color», «Любовь к цвету», которая содержит три базовых компонента, розовый ревень, красоцвета, белая амбара. Интересный винтажный флакон, очень интересненький, легкая, свежая. И, мне кажется, такой, знаете, с мыльным каким-то аккордом. Я бы не сказала, что она войдет в разряд моих любимых. Почему? Потому что я люблю более насыщенные, яркие ароматы. Но, вы знаете, когда я получила вот этот вот шарфик, и вот этот образ, кулончик, я сразу поняла, что нужно просто подобрать легкий гардероб, легкое такое платье воздушное, и тогда она как раз-таки будет гармонично дополнять. Поэтому вот всегда смотрите аромат, и вам как раз будет подсказка, вот такие вот нежные пастельные тона. Если вы одеваетесь в такую легкую одежду, то аромат как раз-таки будет гармонировать. Слышала очень много положительных отзывов людей, которые сразу, попробовав аромат, буквально влюбились в него. Здесь у меня шарф, который пришел за 199 рублей по акции. Нужно было в прошлом каталоге разместить заказ на 50 баллов. Очень красивая расцветка, и я уже сразу попробовала, заплела косичку. Его можно, конечно, драпировать по-разному. Ну и первое наверняка, что вы заметили, это сумка. Много вопросов по ней задавали, какого она действительно оттенка, потому что сумка хамелеон, она отливает, и непонятен тон. Немножечко я разочарована тем, что вы видите, насколько глубокий оттенок. Все-таки в каталоге выглядит более светлым, и если я фотографирую, оттенок получается намного светлее. Поэтому вот видите, да, какой вот, как передать, как называется оттенок. Ну, красивый, красивый оттеночек, интересная сумочка. Отделение на обуви, под мобильные телефоны. Розовая подклада, интересно, золотая фурнитура. Все-таки золотая цепочечка придает какую-то оригинальность. Сняла в инстаграм, и тут же посыпались вопросики, как я заплетала этот шарфик. Итак, шарф мы берем, завязываем его первое, и вот то, что у нас получается, такая завязочка. Далее все элементарно, мы плетем косичку. Очень легко, очень легко. Все. После этого у нас остаются кончики. Мы легонечко завязываем. Все, так получается у нас шарфик. Ну, соответственно, что вы можете сделать? Вы можете немножечко подпушить, придать какой-то объемчик. Здесь уже идет на ваше усмотрение. Ну, и потом надеваете. Все просто. Понравился вам такой вариант завязывания шарфика? Поговорим о корректорах. Прежде всего, вот такой джертани у меня тоже один из самых любимых. Куда я его наношу? Ни в коем случае не вот здесь, потому что ваши морщинки тут же подтянут, поэтому я наношу его, как правило, вот на эту сторону, да, где самое-самое уносильное. Также у меня, например, где-то есть прыщи. Далее я беру вот такой спонж, который предварительно смачиваю водой и потом протушевываю. Мне нравится, как он вбивает, впечатывает и делает финиш потрясающим. Вот видите? То есть никакой самый жидкий даже корректор не перекроет вам вот это вот синево. Почему? Потому что корректоры имеют более легкую текстуру для того, чтобы не потянуть вот эти складочки, которые у вас есть. Если мне нужен эффект дневного макияжа, то, конечно же, я всегда использую корректор Giordani Gold. Он более легкой текстуры, не забивает морщинки и ухаживает за кожей вокруг глаз. Если я делаю съемки и у меня какой-то вечер мне нужен более плотный консилер, то, конечно же, я использую вот этот самый сильный, более плотный консилер. Видите, мой любимый консилер уже закончился, поэтому я себе заказала новый. И давайте сейчас сравним эффект. Более светлый потон, бежевый и легкий. И вот такой сильной замазки нет. Но проходит небольшое время, буквально чуть-чуть, и он начинает впитываться в кожу. Сейчас чуть-чуть ждем. Подстраивается он. И его нужно успеть растушевать все-таки. Продублируем подушечками пальцев, так как они более нежные. И наверняка вы уже заметили эффект осветления и подсвечивания. Камера не передает, но вот здесь более плотный эффект, чем вот здесь. Вот у меня, кстати, здесь есть вена, и мне иногда приходится даже плотный корректор набирать, чтобы ее забивать. Поэтому в зависимости от цели, какой мне нужен эффект надевного макияжа или вечернего для съемок, я использую два разных корректора. Заказала себе корректор с 50% скидкой, видите, у меня уже этот заканчивается. Вот он именно светлый оттеночек. Мои фавориты это тональная основа Джордания. Причем я покупаю два контрастных оттенка. Это фарфоровый, а это естественный бежевый. И сейчас так идет хорошая скидка. Я заказала еще и третий. Оттенок называется слоновая кость. И можете посмотреть, как отличается. Фарфоровый, слоновая кость и естественный бежевый. В зависимости от того, как загорела моя кожа, я добавляю, например, две капельки фарфорового и одну капельку, например, естественного бежевого. Сейчас буду, например, миксовать со слоновой костью и смотреть, какой оттенок больше мне идет. То есть нанесла сюда и уже потом растушевываю. Когда разношу, получается именно тот оттенок, который мне нужен. А вы также используете два контрастных оттенка. Миксуете, создаете свой оттенок. Обратите внимание на эту акцию с 55% скидкой. Стойка минеральной тональной основы. Вот мои три оттеночка. Видите, стик-корректор. Вот у меня тоже в оттенке светлом. Высокое качество продуктов. И свой повседневный макияж в основном я делаю именно с этими продуктами. Прошло уже достаточно время, как только я приобрела эти шарики. И для себя я открыла еще один прием. Еще одно применение. Это когда я отдельно выделяю розовый вот этот оттенок. И он настолько классный. Я его набираю. Используя в качестве румян, накладываю вот сюда. У нас нет в Арифлейм такого легкого розового оттенка. И то, что есть в шариках в розовых, вот таких, мне, честно говоря, не совсем нравится. Там более пигментированный, более яркий, насыщенный розовый. А вот этот вот оттенок, он такой легкий-легкий. И получается нежный, легкий румянец. Именно тот розовый, который нам нужен. Все остальное пудру я потом уже использую, как мне надо. То есть, да, вот, например, подсветить вот эти вот участки, чтобы сделать небольшой такой хайлайтер. На камере вы особо не заметите, но это как драгоженское белье, когда только вы знаете, что оно на вас надето. И аромат очень приятный, свежий, легкий. И мне кажется, вот такого дорогого пудрового парфюма. Мне безумно нравится. На все лицо я не использую эту пудру. Только где-то подсветить, где-то какие-то участки нужно будет выделить. А вы пользуетесь такими метеоритами? Это сияющий пудр в шариках Джертани Голд или аналог метеоритов от Герлен такой же. Уже записывала видео, сравнивала, где я подробно рассказывала об каждом оттеночке. И вы заметите, я отдельно отобрала розовые шарики. Для сравнения, это розовый шарик в шариковых румянах. То есть, насколько они отличаются. Пять шариков. Это золотистый выравнивает и подсвечивает. Розовый осветляет и освежает. Белый подчеркивает и выделяет. Зеленый скрывает красноту и выравнивает тон. И фиолетовый придает свежесть. Они произведены в Италии. Каждый шарик сделан вручную. Скидка великолепная. То есть, если вы хотите создать матовый эффект, то вам эта пудра не подойдет. Она лишь придает вам изысканность макияжа. Такой холеный эффект. Обладательницам комбинированной жирной кожи, в особенности жирной кожи, настоятельно рекомендую попробовать вот эту матирующую пудру. Она потрясающая. И рекомендую выбрать оттенок именно фарфоровый. Почему? Потому что, когда вы ее наносите, буквально пройдет пять минут, и эта пудра немножечко начинает темнить. Она подстраивается под оттенок вашей кожи. Поэтому заказывайте лучше фарфоровый. У меня их, наверное, штук пять-шесть точно было. Практически в каждой сумке, которую я часто ношу, она у меня лежит для того, чтобы ее не забывать. Я устала постоянно перекладывать из сумки в сумку, поэтому это у меня база. Мне нужно сделать устойчивый макияж на вечер. Вместо рассыпчатой пудры я использую, конечно же, вот этот оттенок, вот этот тон. Почему? Потому что она очень круто закрепляет макияж. Она самая крутая матирующая пудра в Арифлейм. Очень крутая коллекция аксессуаров. Я долго думала, что мне заказать. Мне также понравилась вот эта коллекция. Интересно, серый цвет. Люблю. Подробнее, конечно, можно все рассматривать. Также задумалась о покупке вот этой сумки. Возможно, закажу в следующем каталоге сумка Shopper. И вот это лаковая сумочка. Ее с 50% скидкой заказала. Ну, еще минус 20% наша. Также заказала ожерелье с подвесочкой. Стоит 600 рублей. Вот оно такое. Давайте посмотрим. Камушек. Такой, знаете, сыпь небольшая, россыпь. Оттенок светлый. Металл не просто серебро, а очень светлый. Не очень сильно длинная. Вот видите, по длине как. Обратите внимание на подарочный пакет. Их много не бывает. Надо постоянно кому-то сделать какой-то презент, подарочек. Поэтому про запас у меня всегда есть. Суткой пользуюсь три недели. Очень-очень всем рекомендую. Всем-всем-всем-всем закажите ее. Она как номер один. Обожаю, просто обожаю. Практически каждый день ее использую. Обратите внимание на эти тени. Но, если вы их покупаете, то пользуйтесь. Потому что они через 6 месяцев высыхают. И здесь написан срок годности. 6 месяцев. Скрытая упаковочка. Подсыхает. Но эффект очень хороший. Как раз вы делаете акцент на центр века используете. Аметист. Я активно использовала когда-то. То золотой у меня практически не тронутый. Он слишком сильно ядреный. И его действительно нужно вот только точечно буквально подсветить. Сделать макияж на центр века. Я давно записала обзор о матовых тенях. Почему именно этот оттенок должен быть у каждой девочки. Как база макияж. И хотела заказать себе мятый тауп. Но его не было со скидочкой. И хотела себе заказать также другие оттеночки. Девочки нету. Разобрали. Раскусили. А этот бальзам для губ я использую практически на каждый макияж. Он был вот такой уже. Искрасила достаточно много. Под каждую практически помаду использую. Мне очень нравится. Когда вы его только наносите. Эффект отвратительный. Он подчеркнет все шелушения и недостатки ваших губ. Ну так стрёмненько смотрится. Ни в коем случае его отдельно наносить как блеск для губ нельзя. Или как бальзам. То есть сверху тот же покрывает ей помадой. И сейчас как раз у меня под эту помаду нанесен этот бальзам. И мне даже много отзывов написали. Ира, что ты сделала со своими губами? Подколола, как-то надула. Они как-то выглядят по-другому. Нет-нет. Это при помощи этого праймера. Они как-то более выигрышно смотрятся. Обязательно рекомендую заказать средства для снятия макияжа с глаз. Подробно записала видео. Конечно, здесь индивидуально принимать решение. Либо вам важен уход и как можно дольше оттянуть молодость кожи. Понимая, что это средство более смягчающее, ухаживающее средство. Кроме того, что здесь содержится витамин В5. Это ваши реснички укрепляет. Либо вам нужно быстрое такое ферри. Раз, два, три. Умылся, очистил. Вообще без проблем. Чем даже водостойку косметику снимает. Те, кто использовал это средство, скорее всего, его пробовали одним только способом очищения. Это когда вы обычно просто берете на ватный диск, на сухой нанесли и начинаете стирать. Здесь мокрый диск смочен водой. Этот диск сухой. Одно нажатие. Соединяем. Глаза не нужно растирать. Нужно сделать так, чтобы продукт начал работать. И сначала я уберу тушь. Посмотрите сразу. Это неправильное снятие. Это правильно. Видите, насколько три применения и по-разному смывается тушь. В душе я его использую точно так же, как вот это средство. Я наношу его на руку, ни на какие-нибудь ни тампончики, ничего. И просто беру и умываюсь. И самое интересное мое было открытие, что это средство работает точно так же вместо всяких тампончиков и гелей. А это самая крутая маска в Арифлейм. Эффект обалденный. Всегда наношу ее на ночь перед каким-то важным для меня мероприятием. Вот если вы хотите эффект сразу, быстро, однозначно ночная маска на Вейдж. Взяла себе лопаточку, слышала много о ней отзывов. И настолько мне понравилась маска, что я хочу теперь наносить ее правильно, не пачкая ручки. Поздравляю своих любимых резвановых резванчиков с тем, что они победили, выиграли и получают годовой запас на Вейдж. Потому что они создали бего-крутое видео об этом продукте. Всем привет, меня зовут Резванный Приват. Теперь не модно быть злючим, пахучим, вонючим. Теперь, чтобы нравиться девчонкам, надо хорошо выглядеть. И для этого у нас есть серия на Вейдж Майн. И тут есть квадратики. То есть один квадратик, первое средство, второе, третье, четвертое. Ничего не перепутали, вон один раз поставили, ничего больше закомментировать не надо. Итак, поехали. Ну ладно, ну забыла нажать play. Я сказал, понажала, потому что ты сказал, поехали. Мы поехали, нет? У меня баба будет сейчас открыть, а ты? Моя лицо. Ну да. Как ты ходишь? Что же? Ладно, я вообще не мог рыбал. Давай только точно нажимай. Сейчас можешь остановить. Ты такой красивый. Давай тоже ракурс поймать. Беги. Ну беги. На видео не забудь нажать. Нажала? Я на монашек похожу. Кульчитай, открою Винчика. И вот как участвует в винованиях. Беру первое место. Ага. Жаль, что это сон. Скоро весна, новая обувь, новые туфельки. И попробовала такие гелевые подушечки. Так вот они выглядят, потом расскажу отзыв о них. Это мои продукты по уходу за волосами. Прежде всего заказала две краски, которые идут с 50% скидкой. Не часто такая бывает акция, поэтому заказываю больше. Но до этого затаривалась. И заказала всего лишь в себе два оттеночка. На одно применение у меня уходит полторы краски. Полторы тюбика, да, потому что длинные волосы. Также не могу обходиться без лака. У меня два их. Заказываю всегда. У меня два лака, которые используют что один, что второй. Не знаю, как-то то один, то другой использую. Вот это для более легкого закрепления. Мне действительно корни почесать. Заказать пробники новой серии шампуней. Заказала только три, потому что компания мне прислала протестировать новый шампунь для окрашенных волос. И я не могу пока сказать вам отзыв. Уже есть кое-какое мнение. Потом расскажу. Итак, серия Элета для моих волос. Не дешевая, но я ее безумно-безумно люблю. И всегда буду заказывать. Также серия молоко и мед. Очень крутые две серии. И даже если эти серии будут очень крутыми, лучше я никогда не откажусь от этих двух самых-самых любимых серий для волос. Меня часто спрашивают, как я отрастила свои волосы, какой же я делаю уход. Это вот эти серии. Плюс витаминки, которые раз в квартал пропиваю. Ну, видите, какая у меня пачечка уже, да? Конечно же краски. Они щадящие. Часто вы спрашиваете, какой оттенок у меня на волосах. Это 3.0. Почему-то я все от блондиночки перехожу в более темный-темный-темный-темный оттенок. Не знаю. Потом, наверное, может быть черный себя попробовать. Страшно. Два продукта фаворита. Это 60% скидкой пена для ванн. А также жидкое мыло. Эссенза. Ой, мне так нравится. И вот не знаю, сколько бы оно ни стоило. Конечно, когда есть всегда скидка такая, я заказываю про запас через раз. То есть какое-то любое другое мыло. Потом вот это. Еще какое-то мыло. Не важно какое. Потом опять. Вот самое-самое мое любимое. Да, дорогое удовольствие. Но оно шикарное. А вам как? Моя коллекция лаков Арифлейм. Как-то не хочется мне все доставать эти оттеночки. Их очень много. И всегда у меня должна быть в запасе жидкость для снятия лака. Поэтому я ее заказала. Пусть она у меня лежит. Лака сейчас стоит 399 рублей. На замену всегда смотрю, какие лаки у меня заканчиваются. Видите, да, уже. И заказала новое. Это крутое предложение. Рекламу делать не буду. Обязательно заказывайте. В особенности вот это вот покрытие. Потому что классный глянцевый блеск делает. Я записываю очень много продуктовых видео. Но, к сожалению, они все у меня лежат в папочках. Не успеваю даже монтировать. Потому что в основном я занимаюсь, конечно же, построением структуры, бизнесом. Потому что у нас сейчас все больше и больше новые менеджеры. Директора растут в команде. Поэтому приглашаю вас узнать не только о косметике, а о том, как зарабатывать с этой косметикой. Это был мой заказ. Надеюсь, для себя что-то полезное вы нашли. Пожалуйста, напишите в комментариях, что было интересненького, о чем вы хотели бы узнать подробнее. И ждите как минимум 3 моих новых видео в ближайшее время о новинках 4-го каталога. Успехов вам! Пока-пока!